Три года дорогами добра. Волонтеры помогают землякам и жителям других регионов. История фонда началась с помощью семьи Погорельцев. Одна семья с другого города, у них случилась неприятная ситуация. И мы решили ей помочь. То есть мы в группе кинули просьбу о помощи, и соответственно нам люди откликнулись. Мы помогли, отправили вещи в Омск. Все. Потом дальше пошло-поехало. В этом году, 19 марта, дорогами добра стали фондом. К тому времени вещей для помощи другим стало настолько много, что их попросту негде было хранить. Мы записались на прием в голове города, и он нам помог. Нам выделили помещение в Удмуртском государственном университете в площадью 124,6 квадратных метров. По мере своих сил и возможностей все делали. Всего в фонде 26 человек. Сейчас большую часть времени они уделяют ремонту помещения. Когда есть время, то есть мы созваниваемся. Вчера, допустим, обои клеили до 12 часов ночи. Все зависит от... Когда есть возможность. Семью, детей, никто нет меня. Помогать в нашем городе готовы многие. Больше тысячи губкинцев протягивают руку помощи. Как к соседям из других городов, так и своим губкинским. Когда приходишь к ним домой и видишь, что дети ходят в теплой одежде в доме, а у них нету паласа, да, а у кого-то этот палас лежит в гараже, допустим, да, он им не нужен, а они нуждаются в этом. У кого-то нету даже кружек, серьезно. Люди просят. Не потому, что им нету там... А им жалко купить, да, пойти выделить эти средства, они там экономят. Нет. У них просто на это нету возможности. Поэтому не плачьте. Сдерживать слезы и вправду тяжело. Особенно, когда слышишь истории реальных людей. Нина, мама двух девочек, присоединилась к волонтерам с начала года. Спустя время сама оказалась в непростой жизненной ситуации. Мне самой понадобилась помощь, вот кроватка мне была необходима. В тот же день Виталия откликнулась с фонда, и у нас теперь есть кроватка. Привезли, помогли, разгрузили, занесли. И сама, получается, я сейчас тоже в этот фонд вступила, и помогаю где-то что-то забирать по мере возможности, потому что я с дочкой езжу. Очень благодарна, что в такой сложной ситуации есть к кому обратиться. Ты не один, и есть люди, которые помогут. Всё, что находится в фонде, приносят обычные жители. Пожалуй, у каждого дома есть вещь, которой он не пользуется. А кому-то она может быть необходима. Главный критерий при отборе вещей – помнить, что этим будут пользоваться другие. Анастасия Дудко, Данила Индюков, Денис Гимб, Новости Губкинского.